Здравствуйте, друзья! Сегодня я, украинский историк и политолог, расскажу вам о том, почему Путин мечется и мечет в своем бункере сегодня. Что произошло буквально вчера? Эпохальное действительно событие, которое приближает нас к победе весь мир очень усиленными темпами. Таким образом, вчера Европейский Союз выделил для Украины 50 миллиардов долларов на 4 года. И, собственно говоря, что это значит? Это значит, что Европа возвращается к своей важнейшей геополитической роли, что она осознает себя единым центром, что она понимает и готова бороться, и готова выделять на это деньги. И, более того, готова, что самое важное, вот этих путинских барыг внутри себя прищучивать. Вот, собственно говоря, что произошло. То есть Европа дает знать, что даже в случае, если там в Соединенных Штатах что-то произойдет, Европа остается сильной с двумя странами, как минимум, которые владеют ядерным оружием, с собственной оборонной политикой, политикой безопасности и, соответственно, со способностью, можно сказать, второй экономики в мире по масштабу, потому что экономика Европейского Союза вторая в мире по масштабу, готова, соответственно, применять силу для улаживания и замерения ситуации в мире. То есть опять Европа возрождается. Старушка оказалась не такой уж и старушкой, а чуть ли не амазонкой вчера. Таким образом, что вот сказал очень хорошо польский премьер-министр Дональд Туск? Он сказал, что нет проблемы так называемой усталости от Украины. Это точно. Мы сейчас имеем в Брюсселе усталость от Орбана. Я не могу принять и не могу понять эту очень странную и эгоистичную игру Орбана. Сейчас нет места для компромисса относительно таких принципов, как верховенство права, и нет места для компромисса по вопросу Украины. И вот самое важное. Виктор Орбан должен решить, является ли Венгрия частью нашего сообщества или нет. И это понятно. Это черно-белый контекст. Позиция Орбана – это угроза европейской безопасности, является неприемлемой. И Орбан должен понимать, что он будет ответственным за черный сценарий через его игру. Подчеркнул Дональд Туск. Таким образом, Европа практически нагнула этого Орбана. И кто-то сейчас в бункере звереет, что все пошло не по плану. Оказалось, все так хорошо, потому что Европейский Союз при своем создании не создал защитный механизм от взрослых Путиным коррупционных различных авторитарных режимов типа в Венгрии, типа в Словакии. И сейчас долгое время носились с Орбаном, как с писаной торбой. Но все изменилось. Уже чаша терпения преисполнила европейцев. Причем прошло это по всем фронтам практически. Я напомню хронологию. Сначала Орбан был категорически против помощи Украины. Но фактически подыгрывал Путину. Еще Орбан во время начала российской агрессии совершил визит, ну до начала точнее, в Россию. Очевидно, ему там пообещали Закарпатье, еще какие-то территории Украины. И он решил шакалить. И шакалит до сих пор. Пытался нанести удар в спину Украины. Тихонечко Венгрия в феврале 2022 года подвигала войска свои к границам Украины. Все это зафиксировано, записано и понятно. И Орбан начинал говорить о том, что деньги для Украины со стороны Европейского Союза, поддержка безопасности, поддержка суверенитета европейских стран, территориальной целостности, принципа нерушимости границ и так далее. Все это подрывает суверенитет Европейского Союза, что поддержка Украине не должна быть из общего бюджета Европейского Союза, что отдать 50 миллиардов евро из бюджета ЕС на 4 года вперед. Это нарушение суверенитета и национальных интересов ЕС. Ну короче, если Брюссель согласится со мной, тогда будет помощь Украины вне бюджета. Мол, помогайте там гуманитаркой. Если нет, то я с грустью остановлю этот процесс. Говорю Орбан. Остановили Орбана, а не процесс. Причем, представьте себе неимоверную налоглость этого Орбана и его режима. Венгрия на сегодняшний день вторая самая бедная страна Европейского Союза. Из 20 стран на 26 месте по потреблению. То есть меньше любой европейской страны, меньше в том числе когда-то постсоветских стран Балтии и так далее. То есть имеется в виду затраты домохозяйств. То есть по затратам домохозяйств в Европе, в Венгрии на предпоследнем месте в Европе. Представьте себе. Это практически одна из самых бедных стран в Европейском Союзе. Потом Орбан отыграл эту ситуацию и начал говорить о том, что готов разблокировать 50 миллиардов евро для Украины. Но с условием. И по его словам компромисс должен был состоять в том, что каждый год Венгрия сможет торговаться вокруг этой истории. Во-первых, набивать себе шантажом какие-то денежные привилегии. А во-вторых, значит, возможность в любой момент всадить нож в спину Украины и прекратить это финансирование. Вот что он говорил. Если вы гарантируете, что каждый год мы будем решать, будем ли продолжать присылать эти деньги или нет, то мы согласны. Если же нет, то Венгрия будет против и так далее. Чтобы это решение по продолжению помощи Украины каждый год происходило единогласно всеми членами Европейского Союза. И потом директор премьера Венгрии тоже Орбан, Балаш Орбан заявлял, что Брюссель шантажирует Бедепешт. И он сказал, что направил Брюсселю предложение, которое свидетельствует о его готовности использовать бюджет, если будут добавлены другие условия. Но теперь совершенно ясно, это шантаж, который не имеет ничего общего с верховенством права, вопел политический директор Орбана. И теперь они даже не пытаются это скрыть. Что бы ни произошло в Брюсселе, нужны изменения. Да какая наглость. Какая наглость. То есть это попрошайки Европы, которые получили огромные инвестиции со стороны Европейского Союза. И которые в результате являются второй наибеднейшей страной Европы. То есть впрок это все не пошло в Венгрии. А теперь говорят, что в Брюсселе нужны изменения. А в чем был секрет давления? Лидеры Европейского Союза всего-навсего, даже никакой речи не шла о какой-то таможенной контроле за Венгрией, которая все-таки остается членами Европейского Союза. А всего-навсего лидеры ЕС готовы были публично объявить о полном прекращении любого финансирования Венгрии. Всего-навсего. То есть сказать, что мы вам деньги не дадим, попрошайков, чтобы напугать рынки, соответственно, спровоцировать ажиотаж на национальную валюту форент и стоимость заимствования. Ну короче, его одним этим окриком европейцев, даже без всяких действий, можно было просто обнулить венгерскую экономику. И вот все это объясняли популярно, очень отличились в этом друзья большие Украины, Макрон и Мелани, премьер-министр, президент Франции и премьер-министр Италии. И в итоге Орбан сдался. По условиям выделения помощи ЕС будет просто обсуждать реализацию долгосрочного бюджета. Через два года по отношению к новому бюджету, к новому финансированию, что-то там Орбан, ну и европейские и другие страны смогут что-то заявить. По сути, право ВЕТа никакого не получило. Только получило обещание консультироваться через два года, соответственно, в истории рассмотрения долгосрочного бюджета ЕС, где будет вместе и помощь Украине. То есть обычная процедура сохранена и это подается как какое-то достижение. Что это все значит? Значит, субъективизацию Европы резкую. То есть Европа может выделить Украине эти 50 миллиардов на такой крайне важный вопрос безопасности. Ну, как Европа, например, выделяла 150 миллиардов на помощь Греции. И, кстати говоря, помогла очень серьезно. То есть греческая экономика сейчас одна из растущих. Они затянули пояса, вспомнили, что такое хорошо работать. И сейчас Греция чувствует себя гораздо лучше. Практически из кризиса очень серьезно выбралась. Прекрасно себя чувствует. И хорошие там показатели экономические. То есть дисциплина финансовая очень хорошо повлияла. Наверняка эта вся ситуация подтолкнет и Америку к принятию решения по финансированию обороны Украины. В первую очередь обороны, потому что роль Соединенных Штатов в обороне очень серьезная. Наверное, Соединенные Штаты не захотят оставаться на периферии украинской победы, которая уже близится. Это раз. Во-вторых, США не могут самовыпилить себя из истории. Это было бы безумие, потому что превращение Соединенных Штатов в какое-то подобие Бразилии, наверное, это было бы не лучший вариант для Америки. Поэтому, собственно говоря, мы видим, что Соединенные Штаты тоже будут, скорее всего, двигаться. И это подтолкнет их к решению Европы. Старушки Европы, как говорили, подтолкнет их к решению по поддержке Украины. Ну, Орбан начал там что-то бодриться, прибодряться, говорить, как ежик, что он не уделался. Знаете, этот анекдот про ежика, который шел ночью по кладбищу и рассказывал о том, что он не хочет в туалет, не хочет в туалет. А потом упал и сказал, что он не уделался. Он сказал, что венгры не будут давать деньги украинцам, что он на стороне мира, и венгры это завоевали. Ну, это такой шоколей вой, по сути, продолжается. Самое интересное, что европейцы сделали вот этих путинских шавок на всех фронтах практически. Была очень интересная история с, и до сих пор продолжается, с блокированием со стороны Венгрии, вступление Швеции в НАТО. Совершенно подлая позиция со стороны Венгрии, со стороны венгерского руководства, потому что Швеция тоже чувствует себя не в большой безопасности. И сейчас венгерское руководство говорят, что они будут там ратифицировать это только в феврале месяце, в конце февраля, когда у них сессия, и что они не чувствуют никаких проблем с собственной безопасностью. То есть, они не чувствуют, да, а к шведам, к своим партнерам и к другим странам прислушиваться не нужно. Ко всем другим странам 30 стран, кроме Венгрии, в НАТО на сегодняшний день. Вот. И что они сделали, венгры? Как велся шантаж там? После того, как Турция сняла свои протесты по поводу вступления Швеции в НАТО, почему сняла? Поторговалась с Америкой. Получили F-16, получили какие-то обещания других военных сотрудничеств, ну как получили? Возможность купить F-16 получили турки. И, соответственно, история пошла таким образом, что Швеция осталась в этой блокаде своего вступления в НАТО из-за одной Венгрии. И вот, Венгрия начинает задвигать такие разговоры. Давайте вы, шведы, приедете сюда, в Будапешт, мы вас приглашаем. К нам на поклон, а мы вам будем выдавать разрешение. Ну, короче, вот такую наглость Швеция, конечно, просто офигела от этого. Тем более, что когда в предыдущий раз Венгрия соглашалась на вступление Швеции, голосовала за приглашение и так далее, получила массу всяческих бонусов. И венгры решили поторговаться еще раз. Представьте себе, какая наглость. И вот они говорят, приезжайте, шведы, к нам, мы с вами поторгуемся. И, соответственно, что-то там вы нам пообещаете, что-то пообещаете нашему сюзерену Путину за то, что вступите в НАТО и так далее, и так далее. Что делает Швеция? Они говорят, что никуда мы не поедем. Мы вообще-то не против приехать в Будапешт. Но об НАТО мы с вами разговаривать не будем. То есть, такой достаточно вежливый разговор. И вы же, Швеция, в предыдущий раз, вы же, Венгрия, за наше вступление шведское в НАТО в прошлый раз голосовали. А что сейчас изменилось? Вы изменили свои международные обязательства. Вот такая вот была история. И сказали, что я не вижу причин вести переговоры по этой ситуации. Мы не ведем переговоры о членстве в НАТО. Об этом нет переговоров. Мы можем поговорить о том, как нам лучше всего сотрудничать в НАТО, сказал премьер-министр. Потом венгры начали говорить, что какой-то гуяж, да, какой-то руководитель аппарата премьер-министра Венгрии. Гуяж говорил, что не расстроен из-за того, что шведы не едут. Если в Швеции это не важно, то нам это не важно. И, короче, вот это все. Руководитель аппарата Орбана заявил, что шведская сторона не ищет контактов с Венгрией, в то время как общение необходимо для решения проблем. Поговорите с нами. Началось вот это задвигоны российского такого разлива. Начали говорить о том, что у Швеции минимальный вклад в оборону НАТО. Ха-ха! Какой вклад в оборону НАТО у Венгрии? Держать нож в спину рядышком, да. У 2% самого бедного населения Европейского Союза. И, с другой стороны, Венгрия, которая имеет лучшие подводные лодки и одни из лучших истребителей собственного производства. И это Венгрия что-то там задвигает. Ну, короче, смешно. Смешно. Не чувствуют ни отложности. Они не будут голосовать, не чувствуют ни отложности. Короче, вот этот вассал путинский обосрался по всем фронтам в Европе. Со всеми буквально. С поляками, которые долго поддерживали консервативную повестку дня, как говорили Орбана. Сейчас уже все. И сегодня, буквально вот сегодня, высокопоставленные американские законодатели, представители Сенатского комитета в НАТО, демократ и республиканец Шахин и Тиллис, которые являются сопредседателями группы наблюдателей НАТО в Сенате на двупартийной основе, выступили с тем, что Будапешт рискует нанести непоправимый ущерб своим отношениям с Америкой, если не будет действовать, если будет затягивать вступление в НАТО. Бездействие в Венгрии рискует безвозвратно повредить ее отношениям со США и НАТО. Вот такая вот история. Короче, поставили вассала, что называется, путинского просто в стойло Европа. И всего лишь, всего лишь ценой пообещать не давать больше никого к их денег. То есть, ни блокады границ, ни препятствий, ни каких-то экономических санкций, ничего. Просто сказали, что мы сейчас выйдем и пообещаем не давать вам деньги. Венграм, а которые, я еще раз подчеркиваю, больше всех практически инвестиций из Польши, Чехии и Венгрии на душу населения, из трех этих стран, которые первыми выступали в ЕС, больше всех получили инвестиции на душу населения. Результат нулевой или практически нулевой. То есть, вот этот Орбан не смог блокировать помощи Украине, не смог блокировать Европе реализации и достижения своих важных целей безопасности и политических целей. И не смог повредить историю с тем, чтобы, помогая Украине, Европейский Союз помог сам себе. И, то есть, вот что сказал Макрон, например, президент Франции. Послание четкое. России не следует рассчитывать на какую-либо усталость со стороны европейцев в поддержке Украины. Более того, Макрон сейчас очень хорошо продвигает ситуацию с военной поддержкой Украины. Действительно предоставляет критически важные возможности для Украины. Ракеты Скальп, Цезарь, кстати говоря, пушка, просто бомбезная по отзывам наших украинских солдат. Вот. И противовоздушная оборона и так далее. То есть, все это очень важные вещи, которые вообще доказывают, что в смысле ВПК, русский ВПК близко не стоит даже к французскому, я же не говорю, американскому. Вот. Поэтому, ну, французский назвать даже сложно, потому что это страна мощная со своим кораблестроением. Ну, короче, долго рассказывать. Кто знает, то знает. А кто не знает, то может, так сказать, может почитать в Кипедии. Вот. Франция стала центром консолидации артиллерийской коалиции. То есть, благодаря своим возможностям, благодаря выпуску этих Цезарей, буквально там десятками, сотнями, уже даже будут сотнями. Потом, сейчас Франция лоббирует интересные вещи по поводу российских активов. То есть, чтобы проценты от этих российских активов, а, как говорит польское руководство, они достигают 15 миллиардов, могут достигать теоретически 15 миллиардов долларов в год, чтобы они тратились на поддержку Украины, восстановление разрушенного российско-фашистскими захватчиками. Но самая бомбезная вещь во всей этой истории, вокруг Венгрии, вокруг превселюдной порки российских шакалов или вассалов, является то, что денежку-то Венгрии никто и не дал. В прошлый раз ей за шантаж что-то там разблокировали, сейчас все, дулька с маслом. Средства Европейского Союза для Венгрии остаются замороженными вне зависимости от заключенной сделки по пакету помощи Украине. То есть, почему? Потому что Будапешт по-прежнему не желает соблюдать предписанные ЕС демократические стандарты. Все! Вы довыпендривались, вы достали просто европейцев, достали. Схавали этого путинского барыгу. По сути, Европа немножко пожевала его, он что-то там брыкается его, но уже здоровья того, которое было, уже у него не будет. Ну и теперь очередь за американской помощью. Американской военной помощью 61 миллиард долларов. То есть, будет вместе 111 миллиардов долларов. Плюс российские контрибуции, их конфискованных денег. Возможно, их не будут сразу все отдавать Украине по чуть-чуть. Возможно, будут процентами, но если проценты будут достигать 15 миллиардов долларов в год, это серьезные деньги. И таким образом, ну это вообще оплеуха называется. Оплеуха, что ничего не дали Орбану за его шантаж. И кроме проблем он ничего не получил. Это, кстати говоря, наконец-то Европа понимает, как с этими шавками путинскими надо разговаривать. И на что это все похоже? Я как историк сейчас вам расскажу, на что это все похоже. Это похоже на 10 августа 955 года. Событие, которое называют «Взрождение немецкой нации». Что произошло? Немецкие войска во главе с королем Аттоном I разгромили вторгшись в Центральную Европу варвара венгров. И навсегда остановили их опустошительные набеги, но не опустошительные набеги на кошельки европейцев. Битва произошла у речки Лех у Аугсбурга. Ну почти лях, да. Лех. Как там была битва? Ну короче, Аттон I собрал 10 тысяч всадников, закованных немецких. Но варваров было гораздо больше. Но качество было получше. Тяжелая немецкая конница против легкая венгерская. И победа была достигнута в первую очередь благодаря немецкой дисциплине. Окружив немцев большой толпой, венгры начали грабить обозы. И это позволило за грабежом Аттону I, немецкому императору, первому императору-основателю Священной Римской империи немецкой нации, как говорили тогда, уничтожить вот этих спешившихся грабителей. А затем нанести удар по главной орде. Преследуя бегущих, германские отряды не нарушали порядка. Шли в строем, помнили о своей малочисленности и попавших в плен венгерских вождей казнили. Почему, это кстати урок Урбану, почему было мало немцев, вроде бы немцев, много должно быть. Потому что венгры пронюхали, что немцы сейчас саксонцами там была перед этим междоусобица. Подослали послов, в них немцы подозревали шпионов. Но отпустили этих послов. И существует интересная легенда о том, что у этого Лели был такой горн специальный, дудка венгерская. И перед казнью, которая должна быть состояться перед лицом германского императора, этот Леля попросил подудить на этой дудке. И подудел немножко и стукнул якобы из последних сил императору по голове. И убил его. Но это неправда. Это венгерские народные сказки. На самом деле император Германской империи, вот он великий, умер через 18 лет после всех этих событий. Кстати говоря, вот этих венгерские дипломаты, так сказать, послы, они когда приезжали к немцам, они говорили, что они приехали с миром. Но в действительности это были шпионы. Вот такая вот история о Венгрии, о московитских вассалах, о московитских шакалах в Европе. Что этот шакал хотел пошакалить? Где он просчитался? Точно так же, как Путин. Они просчитались, во-первых, возможно, это связано с азиатской психологией и Орбана, и Путина. Они просчитались в Украине. Они об Украине судили по себе и по своей собственной трусости. И они просчитались в Европе, которая, да, склонна к компромиссам. Это не всегда плохо, кстати говоря. Да, есть в Европе масса различных проблем, в том числе морального характера, но их все меньше. Они, короче, недооценили вот это моральное ядро Европы. Моральное ядро Украины и моральное ядро Европы. Чего у них нет, они просто оценить не могли. Соответственно, ни Путин, ни его шавки. Вот такая вот история. По-моему, очень поучительная, очень оптимистичная. Вот. И действительно, это стратегически огромный успех всего свободного мира. И делу свободы во всем мире. А для того, чтобы приблизить мир без войны, мир с освобожденными народами Московии, где они смогут интегрироваться в человечество. Помогаем украинской армии. Она сейчас делает очень важное дело. Счет внизу, вы можете видеть. Это помощь 77-й бригады на восстановление боевой техники на Бахмутском направлении. С Богом, друзья. До перемоги.